Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня у нас очередной урок с примером цветокоррекции видео с помощью OFX плагина Dehancer. Недавно мы опубликовали это видео и получили массу отзывов с просьбой рассказать о том, как именно оно было покрашено. Возможно, этот пример будет интересен тем, что в данном случае цветокоррекция была сделана целиком с помощью одной единственной ноды. Собственно говоря, ноды с Dehancer. На самом деле, философия Dehancer не исключает использование дополнительных нод, например, для маскирования, шумодавления, работы с резкостью, с балансом белого и т.д. Но действительно эффективное использование Dehancer с точки зрения эстетического результата и скорости его достижения предполагает всю основную цветокоррекцию внутри плагина. При этом дополнительные ноды, если они есть, как правило, вносят несущественные изменения. Но в данном случае дополнительных нод нет вообще, т.е. перед нами как бы идеальный случай использования Dehancer. Давайте посмотрим, как это было сделано. Я буду включать группы инструментов Dehancer в той последовательности, в которой их настраивал. Первый шаг – выбор камеры и формата видео в группе Input. Это сугубо техническая процедура, которая согласовывает входной формат или интерпретирует лог в нормально контрастное изображение для дальнейшей работы с ним. Если вашей камеры нет в списке, то можно использовать лут вендора или, например, предварительную ноду Color Space Transform. С точки зрения работы Dehancer это не принципиально, хотя, конечно, удобно, когда камеру можно выбрать прямо в плагине. Второй шаг – выбор пленочного профиля. В Dehancer их довольно много. Как правило, у колористов есть свои любимые пленки и понимание, в каких ситуациях какая лучше сработает. Можно и просто перебрать несколько вариантов и найти наиболее подходящий для данного конкретного изображения. На мой вкус, лицо этой девушки слишком красное, так как портрет был снят на закате. Поэтому я использовал профиль пленки Raleigh CN200, который как раз приглушает, осветляет насыщенный красный и облагораживает скинтоны. Дальше мне потребуется настроить яркость и контраст изображения. Поэтому сначала я включу виньетку, так как собираюсь ее использовать для акцентирования внимания на главном герое. Меня полностью устраивают ее параметры по умолчанию. Теперь можно выставить белую и черную точки изображения с помощью параметров Expand. Черная точка меня устраивает, а белую я сделаю слегка светлее. Но не сильно, так как в кино, в отличие от фотографии, она обычно чуть снижена. Итоговый контраст меня устраивает, поэтому я не буду дополнительно его снижать или повышать. Но если бы мне это потребовалось, то я бы использовал настройки в группе Print. Для данного изображения мне пригодилась только одна настройка из этой группы – Color Density. С ее помощью я дополнительно приглушил насыщенные цвета, то есть в первую очередь красный. Это небольшое изменение, но я посчитал его уместным. Более того, я решил еще дополнительно прибрать красный с помощью Cyan-фильтра группы параметров Color Head, которая имитирует работу с цветом при оптической печати на фотоувеличителе или Printer Lights. Дальше я добавил пленочное зерно. Меня полностью устраивает довольно деликатные настройки по умолчанию, потому что на ярком свету предполагается использование пленки с низкой светочувствительностью и, соответственно, малым зерном. На мой взгляд, избыточное зерно здесь смотрелось бы чужеродным. Добавлять зерно можно и на более ранних этапах. Главное помнить, что зерно не накладывается на изображение, а изображение состоит из зерна. Поэтому при добавлении зерна обязательно добавится визуальная информация о галогенидах серебра в тенях и светах. А значит, в некоторой, хоть весьма и незначительной степени, но все же изменится контраст за счет черной и белой точек. После добавления зерна контраст всегда становится чуть мягче и более аналоговым, если можно так выразиться. Следующий инструмент – Hallation. Здесь у нас нет ярких источников света, вроде фар, но есть высококонтрастные контуры, вдоль которых на пленке обычно возникают красно-оранжевые ореолы. Часто мы не видим их явно, но добавление Hallation дополнительно смягчает изображение и сделает его восприятие более аналоговым на подсознательном уровне. В данном случае я увеличил силу эффекта с помощью параметра Amplify. Эффект Hallation почти всегда проявляется вместе с оптическим эффектом микрозасветок от ярких светов. В Диханстере за это отвечает группа параметров Bloom. Я настроил их визуально, чуть увеличив размер диффузии, то есть, собственно, размер самих засветок. Обычно Bloom, так же как и Hallation, добавляет изображению мягкости, причем на обычного зрителя это воздействует скорее подсознательно, хотя опытные колористы сразу видят эти, скажем так, эстетические артефакты. В качестве вишенки на торте можно включить эффекты дыхания пленки и ее механического колебания в процессе протяжки через кадровое окно. Для обычного зрителя это тоже в большей степени подсознательные эффекты, каждый из которых повышает эстетичность изображения, делая его все более и более живым. Проявляться эти два эффекта будут только в динамике. Меня устраивают параметры по умолчанию, которые воздействуют довольно деликатно. Вообще, в Dehancer все параметры по умолчанию всех инструментов довольно тщательно подобраны и выверены, поэтому их часто можно использовать без изменений. На этом цветокоррекция окончена, дополнительные ноды в данном случае мне не потребовались. В реальной жизни настройка плагина для этой сцены заняла у меня не более пяти минут. Затем я скопипастил настройки на соседние сцены и чуть подправил их там, где это было необходимо. На цветокоррекцию видео из шести сцен общей длительностью одна минута мне потребовалось около 15 минут, начиная от импорта и заканчивая экспортом готового результата. На этом все. Надеюсь, это видео было интересно и полезно. Комментируйте, ставьте лайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok